Всем привет! У нас 3,5 миллиона подписчиков в ТикТоке, больше 2 миллионов подписчиков в Ютубе, полтора миллиона подписчиков в лайке. Я уверен, что часть ребят служат в российской армии. И возможно мы встретимся. И вы будете мертвы и гнить в нашей земле. Я этого не хочу. Не хочу, чтобы из-за амбиции одного человека погибали тысячи. Те, кто не залетные зрители, а наши верные подписчики, знают наши жизненные ценности. Знают, как мы относимся к людям, к животным. У нас были десятки сходок в России, и они были максимально теплые и с вашей, и с нашей стороны. Очень многие спрашивают, как Майк, Рокки, Лекси, как собаки переживают бомбежку. Еще в самый первый день, 24 февраля, как только начался обстрел и взрыв возле нашего дома, мы были у Арманчика на даче, прятались в подвале. Из-за всей паники и страха Майк побежал на крышу сарая. Крыша провалилась под ним, и он вместе с балками, с железками упал. У него сейчас очень сильное повреждение таза и сломан хвостик. Майк. Оно, отпусти, пусть он может пройдется. Малыш, может он от испуга. Майки. Малыш, Майк. Майки. Ветклинику. Майк. Входим? Или едем? У нас в крыле. Стоять, стоять. Это кровь или что это? Мне кажется, да. Майк, пройдись, пройдись. Я думаю, каждый может только представить, какая истерика и паника у собак. Сейчас будут многие писать, что у людей то же самое. Да, у людей еще большая паника. Зачем? Просто задумайтесь, зачем? Еще раз прошу, посмотрите мое последнее видео на канале. Просто абстрагируйтесь. Абстрагируйтесь. Сейчас забудьте все, что вы видели по телевизору или откуда-либо слышали. Не верьте мне. Просто подвергайте сомнениям любую информацию. Просто вбейте в интернете любительские видео. Что происходит? Я вам говорю не по какой-то наслышке, а то, что я вижу своими глазами. Никто не просил нас спасать. Мы у себя в стране сами разберемся. У нас есть проблемы. Но мы с ними сами разберемся. Спасать нас не надо. Своими глазами я вижу, чьи войска стреляют. И я нахожусь не возле стратегических военных объектов. А это спальные районы. Спальные районы, где живут мирные жители. Соседи. Наши соседи мертвы. Мирные жители. Российские войска убивают мирных жителей. Детей. Пожалуйста, просто посмотрите любительскую съемку, что здесь происходит. И российские войска погибают тысячами. Мне с каждым днем все больше и больше подписчиков пишут, как они расчехлились и просто завалили от того, что они увидели своих одноклассников, своих близких, которые были просто на учении мертвыми. Они увидели фото и видео мертвых своих близких людей. Оно вам надо. Вы спрашиваете, а что же делать? Да, лучше сесть, лучше отказаться, не послушаться приказа, сесть, но быть живым. Любой вариант лучше, чем просто гнить у нас в земле. Любой. Просто свяжитесь со своими братьями, сынами, отцами, дедами, внуками. Пусть возвращаются. Это не вам, не нам, никому не надо. Всем мир.